Миграционный пакт ООН стал основной темой межправительственных консультаций канцлера ФРГ и премьер-министра Польши. Матеуш Моровецкий принимал Ангелу Меркель в Варшаве. Госпожа канцлер в очередной раз высказалась за миграционный пакт, который, по ее мнению, поможет ограничить нелегальную миграцию. Что касается Германии, мы очень активно вовлечены в создание этого пакта и связаны с ним, сказала она, потому что, с одной стороны, в этом пакте подчеркивается суверенитет государств и то, что каждая страна сама принимает решения. А с другой стороны, в нем также говорится, что существуют международные соглашения, такие как Женевская конвенция о беженцах. В-третьих, ответственность ложится и на страны происхождения, а также подчеркивается, что мы против незаконной миграции. По миграционному вопросу Берлин и Варшава сходятся в одном – нужно защищать внешние границы ЕС и бороться с причинами бегства в Европу. Но Польша не по душе распределения нагрузки иностранный ЕС и разрабатываемый пакт ООН, за который, ратует Германия, Моровецкий дал понять – Варшава, скорее всего, откажется от участия в нем. «Я могу лишь сказать, что мы в Польше, за Германию я говорить не могу, внимательно наблюдаем за происходящим, и очень вероятно, что, подобно Австрии, Чехии и Соединенным Штатам, мы не будем участвовать в глобальном миграционном пакте ООН, поскольку мы считаем, что наши законы, наши суверенные правила о защите границ и контроле за миграционными потоками являются нашим абсолютным приоритетом», – сказал Моровецкий. В польско-германских отношениях есть и другие спорные моменты – энергетика, защита климата, будущие еврозоны. По итогам переговоров стороны высказали за то, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа. Но вот разногласия по поводу газопровода «Северный поток-2» сохранились. Польше не нравится, что поставки будут осуществляться не через ее территорию.